Здравствуйте! С вами Швейный Советник. В этом видео мы расскажем, как обработать карман, притаченный изнутри. Это один из способов, которые наиболее подходят новичкам. Смотрим. Из основной ткани мы выкроили карман. Припуски сантиметр, вверху цельнокрайонная обтачка 3 сантиметра. Место под обтачку мы продублировали. В детали из подкладки припуск везде 1 сантиметр. Подкладку соединяем сверху кармана и притачиваем. Ширина шва 1 сантиметр. Подкладку заутюжили и отстрачиваем вверх. В данном случае мы отстрочили карман. В зависимости от вашего изделия, отстрочки здесь может и не быть. Соединили карман с подкладкой и теперь будем прокладывать соединительную строчку. Отступаем от среза 0,5. У нас скругленный карман, поэтому припуски будем приутюживать по лекалу. Постепенно по кругу. Проверяем симметричность кармана. При необходимости можно подутюжить. На лице изделия намечаем место, куда будем притачивать карман. Обводим. И прикалываем карман. Теперь нам необходимо настрочить карман строчкой зигзаг. Длину выставляем максимальную, ширину 3-3,5. И попадать игла будет в самый край кармана. Подходя в закругление, если вы не сможете поймать хоть машины, зигзаг можно проложить вручную, поворачивая маховое колесо. Зигзагом настрочили карман. Строчка попадала в край кармана. И теперь будем притачивать карман изнутри. Если вам будет неудобно на вашей лапке, то можно поставить однорожковую лапку для притачивания молний. Разворачиваем карман. И будем притачивать по заутюжке. Идем постепенно. Все разворачиваем, выправляем и настрачиваем. Итак, строчка у нас получилась внутри. Мы ее видим только с изнанки. И строчку зигзаг удаляем. При желании карман можно закрепить по верхнему краю. Вот что у нас получилось. Если видео понравилось, ставим лайк. Подписываемся на наш канал. Вступаем в нашу группу ВКонтакте. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Швейный Советник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!